Выход на лед запрещен. Нарушителям придется раскошелиться на 500 рублей. Однако рыбаков не пугают ни штрафы, ни риск расстаться с жизнью. В районе Фарватера, а это самое популярное место для рыбаков, толщина льда всего 2 сантиметра. У берега чуть больше. Однако это не дает гарантии выйти сухим из воды. Определить, насколько лед опасный, бывает сложно из-за того, что падает снег и образуется так называемая шуба на льду. Сами можете видеть, темные пятна, это как то, что там очень сыро и лед очень ненадежный. Если знаете, лед считается надежным при оттенке синего или голубоватого цвета. Сейчас на Шекснеосточной воды подмывают берег реки. Плюсовая температура усугубляет положение. Лед потаивает и сверху, и снизу. Ходить здесь крайне опасно. Но, как показывает практика, рыбаков это мало волнует. Они все себя считают опытными и в случае чего выкарабкаются. Однако нельзя быть настолько уверенными, говорят инспекторы ГИМС. Риск провалиться под лед очень велик. В первую очередь не стоит забывать о безопасности. Веревка и спасательный костюм обязательны. Но иногда и этого бывает недостаточно. Чтобы выйти на лед, спасатели надели меня в специальный гидротермокостюм, чтобы я не утонула, чтобы мне было не холодно. Специально привязали меня веревкой, если я утону, чтобы меня удалось спасти. Вот сейчас я отправлюсь на лед и попробую себя в роли утопающего. Перед выходом на лед спасатели прочитали мне целую инструкцию, как вести себя в случае несчастного случая. В полной боевой готовности я ступилась на лед. Жаль, что камера не в силе передать эмоции. Страшно, лед трещит. А там, где кажется твердый наст, на самом деле снежная каша и вода. Спасатель в нескольких метрах. Но все равно опасность ощущается реальная. Почувствовать себя в роли обычного рыбака, который случайно попал под лед, мне удалось только в проруби. Температура воды сейчас достигает 2 градусов по Цельсию. Без специального костюма человек может придержаться максимум 5 минут. Даже сейчас, находясь в этом гидротермокостюме и в присутствии спасателей, я чувствую себя неуверенно. Вдруг я утону. Мне повезло. Но повезет ли тем рыбакам, которые сидят вблизи фарватера, сказать трудно. Инспекторы ГИМС регулярно выходят на лед, предупреждают череповчан, несмотря на риск. Если рыбаки прошли, то и мы пройдем, говорят спасатели. Работа такая. Пока несчастных случаев не было, но зима только началась. И чтобы рыбалка оставила приятные впечатления, необходимо соблюдать правила безопасности. В первую очередь, обращать внимание на запрещающие аншлаги. И если выход на лед пока под запретом, то стоит повременить с этим увлекательным и по-настоящему опасным занятием. В прошлом году на реках Череповца утонули 108 человек.